Здравствуйте! Приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы приехали в гости к директорам ландшафтной компании Спецпарк Дизайн. Это Юрий и Алексей Скибины. Они переехали из города, можно сказать, в деревню. Ну, это не совсем деревня, это пригород Ленинградской области. Здесь они, собственно, обосновали свою небольшую усадьбу. Два замечательных домика, где они живут с женами, с детьми, с семьей. Это очень такое интересное, красивое место. И сегодня у нас в гостях Юрий Скибин. Здравствуй, Юра! Привет, Андрей! Да, спасибо, что пригласил нас в гости. Замечательная погода, прекрасный октябрьский день. Надеюсь, что мы что-то увидим. Я думаю, что у директоров ландшафтной компании не может быть некрасивого сада. Мне кажется, сапожник без сапог очень распространенная история, но не про нас. Однозначно не про нас. Юр, ну что, приглашай нас в гости. Я надеюсь, рассчитываю на небольшую экскурсию. Покажешь, как вы тут живете. Пойдем. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что вы покинули город, приехали сюда, купили именно здесь? Ну, во-первых, переехали мы сюда в 2011 году, дом построили в 2007, начали строить его. Направление выбрали исключительно по ценовым показателям, и потому что из-за этого всего это самое интересное место у нас вокруг. Справа и слева большие массивы старого леса, который не будет вырублен, он защищен государством, федеральные леса. И полоса вот этого поселка всего в 4 дома в ширину, поэтому здесь очень уютно. Здесь из окна видно, когда ты спишь, у меня видна кромка вон того леса, те елки. И поселок охраняемый, у него общий периметр, он довольно большой, здесь поэтому не скучно. Здесь мы играем в волейбол, тут дети могут спокойно... Ну, то есть дети, жалко, что они приехали уже совсем маленькими, а уже достаточно подросшими, но все маленькие дети здесь по поселку бандами носятся вправо-влево, живут в свободной, обычной, нормальной, счастливой жизни, а не жизнью городского сидельца, для которого мама выводит за ручку на площадку, и несчастный ребенок лепит в песочнице колобков. Ну, вот дети всегда очень тяжело переносят вот такие переезды, потому что это отрыв от сверстников, отрыв от двора, от друзей, от школы. Вот как они вообще? Нет, они как ходили в школу, так и они продолжали ходить до самого конца этой школы. Сейчас они уже выросли. Надеюсь, не пешком они отсюда ходили в город? Нет, я ехал на работу каждое утро, занимало это сначала 40 минут, потом это час, какие-то годы до полутора. Сейчас уже стабилизировалось опять до 50 минут примерно. Но дети уже выросли, они живут в городе, разве что сейчас от карантина не возвращались на 6 месяцев, и учились, и лето провели здесь. Но сейчас опять уехали в город, и там живут, снимают квартиру. И комфортно и детям, и вам жить за городом. Вы ни разу, я так понимаю, не пожалели о том, что... Вот я в 2011 году, в майские праздники мы уже заканчивали ремонт, подумали, дай-ка попробуем съездить, переночуем там, попробуем. С того момента мы ни разу не возвращались, не ночевали в квартире. Невозможно. Невозможно сравнить, здесь, конечно, по-другому все. Слушайте, ну у вас здесь не какое-то типичное садоводство с узкими проездами, тесными участками. У вас здесь, не побоюсь этого слова, Малый Петербург, так он называется? Так он и называется, да. Мы стараемся поддерживать большинство инфраструктуры. Мы уже за собственные деньги все скидывали, сделали асфальтовые дороги по всему, прямо до станции освещения, коммуникации меняли. То есть здесь вполне себе прилично, конечно. Ну тут стоят такие у вас винтажные фонари, мостики, очень красивые такие оградки. Ну, конечно, название Малой Петербург, оно, конечно, очень отдаленно напоминает то, что получилось, то название, по крайней мере, мы живем на Шпалерной. Кто-то живет на Садовой, на Итальянском, Итальянской и так далее. Не бывает так, что заказываете пиццу, а ее привозят на Шпалерную вот туда в город. Ни разу не было, ну побоялись такой ситуации. Ну смотри, мы здесь живем, мы как раз выбирали участок, я уже понимал кое-что в генеральных планах. Немножечко, да. И поэтому я выбрал такой участок, который основными окнами выходит на юг. И у нас получается, вот палисадник классический, да, вот полоса метров пять до дороги, это классический палисадник, он принадлежит улице всегда, палисадник. Это часть, когда люди гуляют по улице, они смотрят на твой палисадник, и это как бы их тоже. То есть когда ты идешь, например, другого участка и смотришь, о, классно, какой у человека там, не знаю, манчжурский орех растет, или как узорно сделать цветник. Когда люди загораживаются заборами, здесь в основном, слава богу, заборы люди не поставили высокие, фасадные, то ты ходишь как бы вот по тоннелю и ничего не видишь, и скучно, и неинтересно, поэтому палисадник должен быть обязательно. Поселок охраняемый, поэтому у нас нет забора полноценного. У нас есть обозначение, преступник и через большой забор перелезет. Приличный человек поймет, что это чужая территория и не пойдет, наверное. Ну у вас даже символических ворот каких-то нет, есть просто въезд. Да, то есть на самом деле ни один приличный человек просто так, не будет заедать твой участок просто так. Ну представь, в такой ситуации это вряд ли. А если он захочет попасть сюда, он точно попадет. Мало того, это еще на безопасность влияет. Когда у тебя твои входные двери видны твоим соседям, с которыми у тебя нормальные отношения, то это очень серьезно добавляет по исследованиям безопасности. То есть если человек перелез через забор и находится на участке, он там дальше делает все, что хочет. А если дверь и деятельность видна, и там какие-то посторонние люди, то это насторожит твоих соседей. Такая история. В общем, с безопасностью здесь проблем нет. Ну а скажи, вот у вас два дома вместе с братом. У вас практически совместная такая небольшая усадьба. Причем такая интересная планировка, она у вас достаточно симметричная. Получилось так, что мы там еще пойдем сейчас в сад. Я покажу, как у нас получилось, что он гостевой дом, который у нас во дворе одновременно, он же баня, мастерская, музыкальная студия. Он образует буквой Г и домом закрытый такой внутренний двор, тоже классический, который на самом деле приватный за счет растений. У нас нет забора, но у нас есть живые изгороди от соседей по четырем сторонам, по трем, и растениями закрыта эта внутренняя часть. Мы там спокойно загораем, выбегаем после бани и так далее. Поэтому мы изначально этого хотели. И в те места, которые мы не могли закрыть, мы добавляли там еще какие-то живые изгороди, чтобы закрыть какие-то неприглядные виды. Потому что вот архитектурный проект дома, это ваш личный? Нет, к сожалению, да. То есть были готовые уже проекты, мы оставили только стены от него. Я уже запроектировал изменения фасадов, потому что мне, честно говоря, не очень нравится архитектура домов и качество самих фасадов, но нужно будет их переделать. А внутри мы полностью все, конечно, перестроили, переделали, сделали интерьер. Ну, вот такой у вас своеобразный стиль. Я даже не могу его как-то характеризовать. Тут как-то местами Прованс, местами какой-то шебешик. Но совсем не Малый Петербург. Что-то, мне кажется, такое европейское. Не ко мне вопрос. Но мы сейчас сходим в наш гостевой дом, и я покажу, что на самом деле мне нравится, и что на самом деле уютно, что мы делали и проектировали уже сами, и какой у нас получился симпатичный такой норвежский. Пойдем. Очень красиво. Очень хочется посмотреть, что же там внутри у вас. Пойдем. Спасибо. Пойдем. Ну, вот это наш внутренний двор, внутренний сад, который образовался с помощью вот этого Г-образного здания. Это наш гостевой дом, мастерская и музыкальная студия сына. И, собственно, домом. Он закрыт от соседей живыми изгородями. Вот, видишь, какая елка у меня прекрасная. Шикарная елка. Ну, мы на самом деле с соседями теперь даже не вынуждены здороваться каждый день. Они там своим хозяйством занимаются, и мы здесь. Моя мечта. Вот. Но при этом это не профнастил какой-нибудь там. У нас такие две открытые территории газона, потому что я сам кашу газон. Поэтому газон должен быть по всем правилам. Мы на самом деле, когда работаем на своих объектах тоже, газон должен иметь замкнутую форму, чтобы за один раз проходился газонокосилка. Иначе это издевательство. То есть у нас есть цветник, есть массивы кустов, есть изгороди и есть газоны. Это открытая поляна, уютная, за счет, кстати, вот этих всяких кустов и цветов многоуровневых. И она должна быть иметь такую четкую выраженную форму. Это такое у меня представление о том, как должно выглядеть газонок. Ну, это история про малоуходность, скажем так. Да, потому что сад должен быть, во-первых, маленький. Участок больше десяти соток я никому не рекомендую иметь, если ты не супер-мега-богач и у тебя нечем заниматься. Свободное время у тебя очень много. Потому что, когда ты занимаешься основным уходом сам, сад должен быть маленьким и легко уходным. Иначе это просто издевательство над собой. Есть много других интересных вещей, чем косить газон. Редко такое услышу, но полностью согласен, потому что у меня тоже десять соток. И я думаю, как хорошо, что только десять. А дом, то, что я говорил, у нас получился такой... Наши архитекторы рисовали. Он такая скандинавская, можно сказать, архитектура. Такая сборная солянка. У нас зеленая крыша. Вот эти все очитки наверху, они... Крыша восхитительная. Сейчас уже, конечно, осень. Не те цвета, но когда она покрывается там желтыми, красными цветами, это тоже очень красиво. Мы ничего с ней не делаем, не удобряем, не поливаем. Кто выжил, тот молодец. Вот это вообще здорово. Такой подход. Я на самом деле, мне всегда казалось, что зеленая крыша, это какая-то очень уходная история, потому что надо проводить полив. Нет. То есть... Есть самый простой способ, именно такая экстенсивная кровля. В наших условиях северо-запада это очитокетки. Он самый неприхотливый. Он живет на скалах, на голых, на бетоне. Это да. И поэтому вот этот самый простейший субстрат, керамзит колотый, торф, вермикулит, собственно, для сбора воды и очитки. Сколько лет этой истории с крышей? Семь. Семь лет, и все это стабильно выглядит. А вообще, в принципе, есть запрос на такие проекты? Да, конечно, достаточно. Но не то, что это прямо массовый такой... Да мы даже в жилых комплексах делаем такого плана зеленой кровли. Ну да, вы же сейчас занимаетесь городским озеленением. Это сейчас одно из основных направлений, на самом деле. Мы занимаемся именно благоустройством жилых комплексов. Надо как-нибудь на эту тему отдельно поговорить. Я очень надеюсь, Юра, потому что ЖК-легенда прямо интересует нас очень давно. И это одно из самых красивых жилых комплексов. И это ваш проект. И мне кажется, есть чем гордиться и чем поделиться вообще. С удовольствием съездим. Я надеюсь, что мы запишем об этом обязательно с тобой ролик. А пока вернемся к саду. Пойдем, покажешь нам еще что-нибудь. Юр, смотри, ну очень модное растение. Редко встречаю его в садах, к сожалению. Хотя оно и продается в Европланте. Но вот в таком вот виде я его вижу в саду впервые. Это же пасконник, правильно? Пасконник. Он шикарен тем, что он очень высокий. И сейчас осенью он светет. Один из немногих вместе с гортензиями. И на нем масса всегда насекомых. Какие-то года. Я встречал до 150 бабочек одновременно. Маленькие такие бабочки. Не знаю, что за вид. И пчелы, и бабочки. На них постоянно тусуются. И вкусно пахнет. Мы его срезаем, ставим дома. А, то есть он еще и в срезке шикарно стоит. Да, и долго стоит. И опадает. Хорошая штука. Ну, вот ты вообще говоришь, что у тебя очень функциональный сад. Под словом функциональный подразумевается то, что это можно или съесть, или поставить в вазу. Что значит функциональный? Нет, функциональный это другое. Я представляю, что есть, я уже сказал, вот есть зона входная, да, въездная. Есть полисадник, который принадлежит улице. Есть внутренний сад, где ты выходишь из бани. Вот терраса, где все сидят, кьют из самовара чай. Или там играют на газоне дети. Есть внутренний двор, есть пространство, вернее, закрытый двор. Пространство за баней. Что за баней лежит, все знают. Строительные материалы и всякое такое. Ненужное. А есть у нас еще небольшая хозяйственная часть, тоже отделена изгородью. Видишь, на самом деле, когда мы здесь стоим, ее не видно. Там изгородь и стуи за поскорником. И там дальше у нас есть хозяйственные постройки. У нас там планируется небольшая оранжерея. У нас там есть компостный, это не самая красивая вещь. И там есть курятник, на самом деле. Ага, так я слышал. Это значит твои курочки туда? Да, у меня 8 куриц, несут по 7-8 яиц в день. И обеспечивает 2 семи, мы яйца не покупаем уже полтора года. Слушай, ты прекрасный. И я так понимаю, что курятник просто супер какой-то маленький, компактный. Мы сходим, если тебе интересно, посмотрим, как он выглядит. Жена его построила, но это классно. Я думаю, что нам очень интересно. Потому что мне часто зрители жалуются, потому что сады такие излишне декоративные. А все-таки большинство наших зрителей, люди довольно простые, и им хочется... Они спрашивают, а зачем нужна декоративная яблоня? Подождите, яблоня должна быть для яблок. Во-первых, декоративные яблоки прекрасно идут в сидр, как горькие сорта, на самом деле. Это такой лайфхак. Да, потому что у нас большинство садовых, садов, плодов, вернее, сортов яблонь, они сладкие или сладко-кислые, ароматные. Но для сидра нужны горькие, тонинные яблоки. Большинство плодов разных сортов декоративной яблоней подходит. Юра, я ловлю тебя на слове, точнее, я думаю, что я брату Алексею, пусть он нам несколько сортов-то расскажет, мы покажем нашим зрителям, потому что это прямо сейчас бесценный лайфхак, и я не могу просто это пропустить. Мы должны знать эти декоративные яблони, которые можно у нас есть. Хорошо, но он сам не знает, я знаю. Я просто пробую, и мне нравится. Я выбираю, знаю, где какая растет, и оттуда собираю. То есть, вот ты так, методом проб и ошибок берешь, пробуешь. Есть еще такая штука, там 300 сортов, я для того, чтобы найти горький, перепробовал, наверное, почти штук 200. Вот так вот работают простые директора, да, огромных ландшафтных компаний, у которых более 400 проектов, между прочим. Вот так вот добиваются успеха. Я понял, Юра? Про курятник. Про курятник. Пойдем в курятник, посмотрим. Пойдем в курятник. Юра, вот ты мне выдал этот девайс для чего? Ну, как ты думаешь, для чего нужны курицы? Я, на самом деле, не могу курить. Есть одна догадка, но, честно говоря, я вот никогда вот так близко с курицами не сталкивался. Смотри, вот курятник, а вот это место, где они несутся. И я делаю это каждое утро, я прихожу в районе, там, 9 часов утра, и открываю вот эту штуку. Ты можешь это сделать. Давай я тебя подержу, а ты посмотришь, есть ли там у нас яйца. Есть, слушай, ничего себе. Можно, да? Конечно, собирай. Я тебе, кстати, подарю. А курицы меня не клюнут? Нет. Вы посмотрите, вообще, какая прелесть. И там, видишь, не написано, С0 не написано, С1 не написано. Нет, нет, нет. Вот это, мне кажется, С1, а вот это прям отборное. У меня было крупное. Были яйца 100 грамм весом, представляешь? Ё-моё, там еще. Собирай, собирай. Я тебе потом помою и отдам десяточек. Вот так вот, прекрасно. Я люблю уезжать не с пустыми руками. Обычно мне подсовывают всякие цветы. Нет, нет, нет. Да, ты понимаешь, но яйца это первый раз такое. Это я удачно зашел. Они здесь живут, это теплый курятник, они зимуют спокойно. Там есть лампочка подогрева автоматическая, там есть датчик простейший, который включает свет вечером, чтобы им было повеселей. И держит температуру там 10 градусов зимой спокойно. Слушай, ну, больше всего меня удивляет в этой конструкции, что она очень компактная. То есть, это можно действительно поставить даже на штосотках. Это занимает совершенно минимальное место. Восемь куриц хватает на две семьи, еще раз скажу. Это яйцами полностью обеспечено. Восемь куриц на две семьи и вся эта площадь, это где-то 3 квадратных метра, что ли? Ну, сам курятник, наверное, да, 2,5. Никакого запаха я не чувствую. Да, да. Раз в месяц чищу курятник, там все сухо и хорошо. Ага, слушай, и все сам делаешь. Удивительно. Вы понимаете, здесь не работают никакие люди, здесь нет черной прислуги. Все делается вот с этими руками. Занимает это реально 2 минуты в день. Курица беспроблемная штука, на удивление. Слушай, ну, я еще, насколько знаю, у тебя совершенно с золотыми руками жена. И этот курятник она построила? Как почти все здесь построила у меня жена. Вы понимаете? Да. Жена. Золотая у тебя жена, Юра. Всем бы такую. Смотри, уведут. Надеюсь, нет. Отлично. Ну, давай ты еще нам чем-нибудь похвастаешься. А я пойду, унесу в машину яйца, пока ты не передумал. Я тебе их помыть должен. Юр, не мог пройти мимо зеленых изгородей. У меня к ним отдельный шкурный интерес. Поскольку у меня тут самопроизвольно, у соседей выросли огромные 10-метровые елки. Я пытаюсь их укоротить, организовать. Вот то, что у вас получилось, конечно, оно, наверное, вообще идеальное. Оно прям картинное совершенно. Расскажи немножечко, вот это же сажалось здесь специально, умышленно. Да, сажалось в году в девятом. И это были небольшие саженцы, еще до того, как мы сюда переехали, как раз. Небольшие саженцы, 20-40, по-моему, даже совсем небольшие, 40-60. И мы их просто стигли. И при том, что сейчас толщина забора в нижней части около 40 сантиметров, возраст у них, как ты понимаешь, уже годам к 15. Даже буква больше какой. Нет, да, 15. Да, да, да. И эту толщину забора, высоту мы поддерживаем уже много лет. Даем расти там на сантиметр в год примерно. Стрижем 2-3 раза в год. Первый вопрос. Как часто надо посадить эти елочки? Здесь посажено 3 штуки на метр. 3 штуки на метр. Второй вопрос. Как часто надо стричь? Минимум 2 раза в год. И помнить о том, что это 25-метровое дерево. Всегда не расслабляться. Тогда когда надо стричь? Потому что когда отрастают зелененькие вот эти кончики. Это первый раз. И второй раз где-то уже в августе, после того, как уже пошло, выросли вторые почки дополнительные. И после этого срежется где-то в августе. И за 10 лет можно вырастить вот такой вот шикарный, совершенно забор. Нужно только посадить нормальные саженцы. На самом деле у меня у жены в деревне. Тещи посадили из леса маленькие елочки, там под лэп набрали. И у них получилось практически то же самое, просто вот из маленьких вот такущих лесных елочек. То есть это опять же таки лайфхак. Это можно сказать, можно покупать металлопрофили, а вырастить собственно бесплатно из-за капанины. Но при этом существуют на рынке, я знаю, что и готовые блоки. Если ты хочешь сразу же, там на объектах мы сейчас сажаем, пожалуйста. А если есть время и нет денег, пожалуйста, получишь то же самое и ничуть не хуже, но чуть больше времени уйдет. Замечательно. У нас весь сад, видишь, он разделен. Мы с соседом, мы фактически, у нас хорошее отношение, но мы не обязаны даже здороваться, когда люди занимаются своим хозяйством со своей стороны, мы здесь. И как ты же заметил, у нас многие части сада отделены именно живыми изгородями. Вот здесь есть кизильник, например, да. Мы там сидим за столом, и нас видно, например, компанией моих детей, которые там тусуются, например, в районе гостевого дома. Ну, то есть это все, или там хозяйственная зона отделена изгородью из стуй. Или брат у меня отделен изгородью из клена красного, который, к сожалению, не успел покраснеть в эту осень. Обычно это просто алая такая изгородь, представляешь эффект, когда у тебя вот та стена на фоне, и цветник на фоне, на фоне вот этой красной яркой стены. Очень красиво. Ну, ведь это вот главный принцип, который делают ландшафтные дизайнеры. Это не просто посадить цветочки и сделать красиво, а организовать пространство как раз. У нас есть 3-4 места обязательно, в любом саду должно быть, где ты можешь провести время. У нас есть пространство со стороны вот как раз улицы. Это самое теплое место, мы там, начиная с марта, сидим на бревнышке и ловим первые лучи солнца. На бревнышке? Да, прямо на бревнышке, даже удобнее поручить на скамейке бывает. Есть территория возле дома, возле кухни, куда ты вынес, можешь попить чай в хорошую погоду, или ты готовишь здесь какой-нибудь шашлык. Есть территория возле гостевого дома, есть лавки по территории. Это те места, которые ты выбираешь уже потом, когда понял, где какой микроклимат, где удобнее, где меньше ветра. Это обязательно должно быть в любом саду, это не должно быть одна удаленная поляна, должно быть несколько функциональных вот таких зон для отдыха. Слушай, и зимой же у вас тоже это все функционирует? Ну, конечно, конечно. Вы убираете здесь снег? Нет, мы убираем только дорожки, ну и, собственно, выбегаешь из бани и прямо вот в этот газон ныряешь. И отлично, просто здорово. Ну, и терраса у нас деревянная, я не очень люблю ДПК, только натуральное дерево, и в данном случае лиственница, гораздо приятнее все-таки ногам. Ну, вообще, у вас такой участок про уют весь. У вас все такое уютное, оно все такое ламповое. Оно не золото по серебру, не прилизанное, не новое, не блестящее. У вас мангал такой картен ржавый, такой винтаж, у вас бревно, на котором вы сидите. Вот для многих, наверное, это будет каким-то откровением, что оказывается... Это не главное, все детали, это не главное. Главное все-таки уютно, хорошо тебе, есть ли места, где ты хочешь посидеть на улице или выйти. Для меня это главная, как назвать, психологическая такая разгрузка, когда я утром могу летом в сезон выйти и посмотреть, как мне там развивается, там, не знаю, засветает какая-нибудь там лаванда и что-то сменяется, сорвать какую-нибудь, что-нибудь вкусное, какую-нибудь ягоду, и после этого же поехать на работу, это реально такая психотерапия однозначно совершенно. Я очень люблю бы находиться в саду. Ну, вот многие там в сад ставят то, что называется малоархитектурные формы, скульптуры. Ну, мы даже забудем про гномиков. У вас вообще, в принципе, это все не нужно. Овечки, красивые овечки. У вас, да, у вас при входе стоят овечки, а все остальное? Они делались для выставки в императорских садах по индивидуальному проекту художникам, поэтому это такая, то есть, не купленная в супермаркете вещь. То есть, это такая история тоже определенная. Та же, как вон та беседка, она тоже участвовала в выставке в императорских садах. Это был сад, посвященный Вильяму Моррису, и она сделана из дуба, вот с такой такой необычной формой для наших широт. Вот она целиком из дуба и стоит уже здесь уже с 2009 года. Ну, у вас тут, как у Якубовича, дом-музей спецпарк дизайна. Ну, да, да, да. То есть, все ваши проекты... Остались кусочки плитки, замостили дорожку и так далее. Ну, очевидно, это совершенно нормально, чтобы так было. Нет, ну, это очень необычно для именно дизайнера, мне кажется, все-таки пытаются сделать какой-то такой шоу-рум, какой-то витринный сад, потому что, ну, лицо дизайнера, ну, вот это его сад. Всегда же задается вопрос, а покажите ваш сад. А у вас сад... Я буду показывать, сад мне здесь очень комфортный, это мой сад, я его люблю, я им доволен, я вот, собственно, мой шоу-рум. Ну, и мы так вот приехали, ты, я смотрю, ничего заранее не подстриг, не заметал листики, не убирал грязь под коврик. Я хотел, чтобы было все по-настоящему. Но оно такое постоянно в течение сезона все есть. Ну, в этом есть своя индивидуальность, в этом есть определенная душа, и действительно видно, что тебе здесь хорошо, твоей семье здесь комфортно. Да? Юр, ну, и, конечно, наши зрители не простят мне, если мы не расскажем о растениях, которые у тебя растут, чуть-чуть подробнее посмотрим. Все ваши замечательные цветущие гортензии ни одну не пропустим. Бузина черная, орех, у вас растет орех. Я думаю, что мы запишем продолжение отдельно, потому что это был ролик про жизнь, а следующий будет ролик про сад и про растения. Смотрите канал Европлант, мы остаемся с вами. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова